Хорошо, теперь давайте я сформулирую задачу, напоминающую наше лицо, но с делимостью. Пусть есть, we have three statement, x делится на 2 is divisible, divisible by 2, x divisible by 3, and x is divisible by 6. There are three statements, a, b, and c. И вопрос такой же у нас был. Two states are two, and the third is false, and which ones are true? Какие это? Мы делим число на 2, на 3, на 6. Значит, два раза было деление без оскобки, а один раз было остаток. В каком случае было остаток. В каком случае было остаток. Что это значит? Ну, для меня это значит, потому что я не думаю, что это значит. Это единственное слово, что это значит. Если вы не обеспеченны, то конечно, это будет странно. Если вы не обеспеченны, то есть что-то говорит, что я знаю? Яちょл�. У меня есть друзья, которые учили у меня в школе, в Украine и в Германии, и они изговорились об должны быть хорошими. И они даже знают, когда нужно сказать «в» и когда нужно сказать «эй». Всегда. Потому что сейчас он пишет в книге, он пишет в книге, и он всегда объясняет, что здесь вы выложили правильный артик. У него студент сейчас, он учился в Германии, в Америке, в английской школе, и он, в любом случае, знает, когда нужно по-английски писать «э», когда писает «рэ». Когда там пишут совместные статьи, всегда их дает в конце, в конце он читает еще раз, и зачеркивает все неправильные артики, изменяет их на правильный. Но объяснить, почему надо делать так, и иначе он не может. То есть он как-то, он не знает даже какие правила, но знает, где человек писать. Что? Англичане всегда знают. Ну, он даже не англичане, нам достаточно учиться в английской школе долго, и как-то это само по себе знание проникает. То есть это удивительно. Иногда он вам что-то пишет. А почему он? Всем остальным царкам расскажет, что-то непонятно почему. Окей, let me write down the solution. Answer. C is false. A and B are true. Indeed. Что означает слово «удить»? Что вы скажете? Конечно. Сионично? Нет. В самом деле. Если мы что-то утверждаем, а потом хотим объяснить, что там, я не знаю, не знаю. I don't like you. Indeed. He-he. Что-то такое сделал. Это объяснение, почему, почему, как мы тоже сказали правильно. If. Теперь очень-очень сложная английская конструкция, которую, мне кажется, что я уже освоил, но я не промечусь. Я хочу сказать, что если вот цепь было верным, то а и б были бы тоже верным. Точно. Точно. Мы хотим доказать, что целом уже надо объяснение так, что если бы цепь было верным, то а и б тоже были бы верным. Вот это по-английски сказать очень хитро. Как это можно сказать? If. 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 Если цепь верным. If. If. А. Правильно. Правильно. Понимаете, что сейчас надо сказать какие-то специальные вреда. Но не совсем, не совсем то, вред. If. Если. То. 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 И это правильно, но это не совсем то, что мы по-русски сказали более изысканно. Мы бы сказали, что если бы С было верно, как бы оно не верно, мы хотим обосновать, что оно не верно. А по словам мы так, что если бы оно было верно, тогда бы А и В тоже были верны. И по-английски тоже можно такую сложную конструкцию сказать. Кто знает как? Would be. Would be. Вот здесь. Would be true. Значит, да. Были бы верны. Would be. Не знаю, почему надо говорить would be. Вот так почему-то они говорят не will be, не она, а вот would be. Ну, в какой-то степени да. Чтобы совсем было правильным, надо еще заменить вот здесь. Это как-то очень изысканно, я не знаю, но так тоже можно. Но, в принципе, тут обычно употребляется наш график. Если бы С было верно, просто прошедшее время. С было верно. Если бы С было верно, то бы А и В тоже были верно. Если бы С было верно, то бы А и В тоже были верно. И это не соответствует нашей конструкции. С было верно, это решение. С было верно. А то же самое. Но если мы знаем, что это два элемента, то один и В тоже верно, то есть в соответствии с этой конструкцией. В вопросах в том, что правильно это решение? Неправильно. Потому что, тогда у нас получается, что два и три верно, но наименьше верно. Делится на два и на три, а на шесть не делится. Да, а такого не бывает. Мы как раз знаем, что числа, которые делятся на два. И делятся на три, и они делятся на шесть. В пересечении дают как раз числа, делящиеся на шесть. Но на самом деле, проект, если это не так, решение на самом деле верное. В неверном условии. Условия и задачи само по себе. А вот это вообще, в принципе, не бывает. Поэтому, если в условии сказано, что... Ответа такого не бывает. Ну, нет. А в принципе, формально говоря, когда нам дают задачу, то мы считаем, что мы доверяем вам нам задачи, и имеем право делать этот гипотологический вывод. Нет, но правильный ответ такого не бывает. Нет, я бы сказал так, что если задача вот такое условие, и такое решение, то за ее припрометие нужно сказать плюс. Потому что это вина не составителя решения, а составителя задачи. Ну, представьте себе, что... Я не знаю, вот было сказано, что в классе имеется всего 30 чужеников, из них 10 мальчиков и 15 девочек. Спрашивается, и нам что-то посчитать. Спрашивается, если в условии какая-то ерунда написано, то можно получить любые. Но дальше, как сказать, че-че-че-чет, можно узнать, что посчитать. Но правильное решение такого класса не бывает. Потому что иначе вам придется в этой задаче считать правильным ответом не только что третье, но и первое. Да, если в условии задачи допустили ошибку, то любое решение, ну, разное решение, мы вынуждены считать правильным, хотя ответ совершенно разный. Вот это. Окей, все, this is just a bad problem. No, 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 no. So, we should say that this is bad. So, we should say that this is bad. Но есть такая классическая задача, что я вам буду говорить. А, а. Ну, наверное, я не знаю, наверное, может, вы и на руке ее уже слышали, что говорят, идут три черепахи, и одна говорит, что я там первая, другая говорит, что я там не лид. Это то же самое, да? То есть говорят, как он керунду. Ну, они явно не могут, что они там говорят. Но они что-то говорят, что я恥 Dewстрида не могу. Дальше вопрос. Как такое может быть? И ответ? Когда керунду передо мной идут две черепахи, и двое идет одна черепаха. Как передо мной идут две черепахи? Ну, определенно. Как такое может быть? Ответ очень просто. Что одна из черепах ошибка. Соответственно, ну, вот здесь тоже. Ну, настоящий ответ, тут говорящих черепах не бывает. А третий ответ, а не шили по кругу. Что? Ладно, ладно, все. Ну, в общем-то дальше можно упражняться в втором месте. А не шили по кругу? Да. А, да.